Продолжим информационный час на телеканале Алматы. Смотрите сегодня выпуски. За вклад в развитие страны и активную общественную деятельность. Кто удостоился государственных наград в преддверии Дня Республики? Ключи от новых домов. Когда пострадавшие во время лесных пожаров в Костанайской области смогут заселиться в новое жилье? Жилье за 800 тысяч тенге в месяц. Что происходит на рынке аренды недвижимости? Каковы прогнозы экспертов? Расскажу я, Мира Альжанова. Без дорог, газа и питьевой воды. Как выживают люди в новом микрорайоне поселка Кузынагаш. Расскажу я, Максим Козлов. Зона с риском подтопления. Как городские власти борются с опасными участками? Начинаем выпуск. Беспочвенный и поверхностный. Так Асамжумар Токаев прокомментировал высказывание о том, что Казахстан обрел свободу случайно. Во время церемонии присвоения высших воинских и специальных званий и чинов в канун Дня Республики президент заявил, что наша страна шла к суверенитету долгие годы. Президент также подчеркнул, что государственный язык – это символ, объединяющий казахстанцев, а государство обеспечивает расширение сферы его применения. По словам Асамжумар Токаева, язык и межэтнические отношения тесно связаны между собой важнейшие факторы, которые обеспечивают внутреннюю стабильность. Поэтому недопустимо превращать их в политический инструмент. Президент также уверен, что статус Казахстана на международной арене укрепляется, а казахстанскому бирюзовому паспорту открыты все мировые направления. Основным ориентиром или своеобразным маркером нашей общенациональной идентичности должен стать бирюзовый паспорт гражданина Республики Казахстан. Наш паспорт уважаем во всем мире. Ему не чинятся никакие препятствия. Граждане Казахстана получают визы иностранных государств, пересекают границы, свободно выезжают за рубеж по служебным и личным потребностям. Сегодня же из рук президента государственные награды и премии в преддверии Дня Республики получили выдающиеся деятели культуры, искусства, ученые, медики, военные и деятели других сфер. Среди них известны алматинцы Мурата Уэзов, Дулат Исабеков, Мерекекулкенов и другие. Все они внесли значительный вклад в развитие страны. Мне вместе с Муратом Ауэзовым вручили орден Бары с первой степени. Три писателя в этом году получили госнаграды. Мы надеемся, что в будущем наша страна станет полностью демократической. И мы очень рады тому, какие изменения происходят на республиканском уровне. Сегодня же госнаграды от имени президента Казахстана удостоились 84 алматинца. Их почетным жителям мегаполиса вручил лично Аким города Ербулат Дусаев. На торжественной орденами Барыс, Парасат, Курмет, Ембек Данг и другими были отмечены заслуги работников здравоохранения, образования, культуры, строительной и промышленной, а также других сфер деятельности. Моих дорогих алматинцев, моих зрителей, мой любимый город в этот день, в этот светлый осенний день поздравляю с днем республики Казахстан. Желаю вам, желаю нам всем мира, стабильности и процветания. Отметим, что в преддверии дня республики церемония награждения прошла в том самом зале, где 32 года назад была принята декларация о государственном суверенитете. Аким города Ербулат Дусаев поздравил жителей мегаполиса с этим знаменательным праздником, особенно отметив, что именно в единстве народа кроется ключ к достижению всех поставленных целей. Каждый из нас должен прославлять нашу страну. И мои старшие поколения, деды, они, умирая в 30-37 годы, говорили, честно служите этой земле и доброму казахстану народу. Ключи от новых домов вручили пострадавшим от лесных пожаров в Кустанайской области. Торжественное событие прошло с участием Акима области. Дома, возведенные за короткий срок, выполнены в едином архитектурном стиле. Каждый из жилых объектов состоит из четырех комнат общей площадью 100 квадратных метров. Работы по их строительству велись в круглосуточном режиме. Новые дома построены силами 12 подрядных организаций буквально за полтора месяца. На строительство из правительственного резерва выделили более 2 миллиардов тенге. Владелица нового дома Орнбасар Молдакыш рассказывает, что в одночасье потеряла родной дом, в котором проживала последние 18 лет. Неприятная весть о пожаре застала пожилую женщину в городе. Вместе с внучкой она спешно вернулась в село, но было поздно. Теперь, признается женщина, все страшное позади. В новом доме теперь есть все удобства, чему она нескончаемо рада. Благодарим нашего президента, что не оставил нас наедине с горем. Он лично приехал, встретился с нами. Обещали построить дом за два месяца и взять на себя все расходы, но управились раньше обещанного срока. Напомню, лесные пожары начались в Костанайской области 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управления лесного хозяйства Улейкольского района. Огнем был уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. В Казахстане начали снижаться цены на аренду жилья. Такую картину на рынке недвижимости сейчас наблюдают эксперты. По их мнению, треть арендодателей, ощутив застой, решили вернуть прежнюю стоимость платы за съемные квартиры. При этом спал и ажиотаж, вызванный миграцией россиян. О нынешней ситуации на рынке и прогнозах на ближайшие месяцы материал Мира Альжановой. 28-летний россиянин Ростислав Касевец прибыл в Казахстан во время объявления мобилизации на родине. Вместе с друзьями они сняли шестикомнатный дом на окраине столицы за 800 тысяч тенге. Проблема в том, что этот дом нужно отапливать углем. И сейчас-то более-менее вечером можно растопить ее нормально. А вот будет зима или похолодание, то это нужно топить его постоянно. Дом вроде большой, но нам пришлось там, ну все равно еще ребята там на матрасах спят, надувных, которые с собой брали. При этом парень говорит, что владелец дома обещал со временем снизить арендную плату. Но вот насколько ему приходится гадать. Неизвестно и то, сколько он пробудет здесь. Таких, как Ростислав Касевец, временно мигрировавших в Казахстан немало. В результате цены на аренду поползли вверх. Первыми на себе подражание ощутили студенты и местные жители. Я арендовала сначала за 120, потом за 150, потом за 170. Когда жиотаж пошел, вообще 200, 250, 300. Причем это неприятно, потому что я родилась здесь, выросла. У меня здесь делают дети в школу, чтобы просто ждут свою квартиру. Мне некомфортно снимать, знаете, с тремя детьми. Впрочем, после оттока иностранцев третьей страны цены на аренду жилья в нашей стране начали заметно снижаться. Около трети арендодателей поняли, что завышенная стоимость съемок квартир не по карману многим. Есть выражение, что мы можем заплатить столько, сколько можем. К сожалению, доходы казахстанцев не выросли. Даже если брать особенные регионы, такие как две столицы наши, Астана и Алмату, то, что там есть трудовая миграция, много учебных заведений, но несмотря ни на что, все равно там есть ограничения по доходам и по возможности платить. 700 тысяч за двухкомнатную квартиру средний казахстанец не в состоянии платить. По прогнозам эксперта, арендная плата снизится до прежних показателей, возможно, через месяц или два. Падение цены отмечает аналитическая служба «Крыша Кизет». По данным портала, только за последнюю неделю арендные ставки снизились в 13 населенных пунктах из 16. Больше всего снижение отмечается в приграничных городах с Россией – Петропавловске, Кустанае и Уральске. Мира Альжанова, Даня Ромар, Рина Тутиев, телеканал Алматы, Астана. Вы смотрите новости далее в выпуске. Без дорог, газа и питьевой воды. Как выживают люди в новом микрорайоне поселка Узанагаш, расскажу я, Максим Козлов. Зона с риском подтопления. Как городские власти борются с опасными участками? Без благ цивилизации остались жители нового микрорайона в поселке Узанагаш, Алматинская область. Вот уже несколько лет люди живут без воды. Поскольку к их домам так и не подвели коммуникации. Почему так произошло, выяснял Максим Козлов. По такой дороге, если ее можно назвать этим словом, каждый день жители поселка Узанагаш возят себе домой воду и газ. Это при том, что трубы проложены, а точка центрального водоснабжения находится всего в 200 метрах. В новом микрорайоне крупного поселка Узанагаш жители каждый день выживают как могут. Утро, как говорится, начинается не с кофе, а с рейса с водой. Как вы воду возите? Это сегодня утром первый рейс? Да, первый рейс. А сколько в день? Ну, один раз делаем мы. Вот так по 100 литров и больше каждый день. А иногда по два раза местные вынуждены привозить себе воду домой. Каждый набирает там, где меньше очередь. Тем, у кого есть транспорт, намного легче. У кого есть машина, без проблем привозят откуда-то, а у кого-то нет. Вот старые бабушки, вот смотришь коляской и вот в мечеть ходят за водой. Оттуда вот колясками привозят, баклажками. В этот район иногда приезжает водовоз, однако такая вода дорогая и имеет запах, говорят местные. Водовоз приезжает 2 тонна, 2 тысячи стоит, ну знаете, 1 тонна. Где-то на неделю, да? Неделю хватает и все. Оказалось, что поселок стал разрастаться намного быстрее планов и принятых проектов. Местные администрации говорят, вода в микрорайоне будет, но только через год. На сегодняшний день у нас на руках имеется госэкспертиза. Сумма проекта третьего вознабжения составляет 6,3 миллиарда тенге. Это с учетом уже охвата всех новостроек поселка Узнагаш. Сообщается, что работы начнут весной следующего года. После в районе должна появиться питьевая вода. Также в поселке Узнагаш планируют реконструкцию уже действующих сетей водоснабжения. Максим Козлов, Медеца Матулы, телеканал Алматы. Алматы выявили наиболее уязвимые для подтопления зоны. Их 56. Об этом сообщили в Управлении экологии и окружающей среды. На этих участках нет ливневых сетей, а коллекторы и арыки забиты из-за посыпанной мусором. Отсутствует и соединение с канализацией. На 25 из них завершены работы. Угрозы подтопления нет. Отремонтирован также первый канал в Ауэзовском районе и 4 коллектора в Житусусском и Алатауском районах. У нас в Акбулаке была проблема пройти через дорогу во время дождей. Ноги были по колено в воде. Хоть работы не на 100% завершены, мы уже видим, что воды заметно меньше. Если полностью проложат арыки, то, думаю, хорошо будет. Помимо этого, в микрорайоне Таус-Амалы проводятся работы по берега укреплению русла реки Ойжайляу протяженностью 980 метров. По проспекту Реймбека ведется строительство отводной сети протяженностью 1400 метров. Всего до конца года в городе планируется ликвидировать оставшийся 31 участок. А к 2024 году обеспечить водозаборными и водоотводными системами 102 участка. Восстановление 12 коллекторов из 16 водоотводных коллекторов. 12 коллекторов были заелены, забиты и закрыты. Они не работали. Полностью восстанавливаем 12 коллекторов, 19 километров коллекторов. Плюс дополнительно было принято решение построить 4 водоотводных канала. С началом агитации к работе приступили предвыборные штабы шести кандидатов-президенты. Претенденты на главный государственный пост выехали в города и регионы для встречи с избирателями. Они представляют свою предвыборную программу. Подробности в материале Далина Сиповой. Республиканский общественный штаб кандидатов-президенты Касымжумарта Тукаева приступил к активной агитации во всех регионах страны. В список вошли представители народной коалиции, состоящей из трех парламентских политических партий и 22 республиканских общественных организаций. Активисты клеят листовки и раздают информационные материалы на улицах столицы. Со следующей недели представители будут выезжать в регионы. Согласно выборному закону, мы начали работу ровно в 18.00. Во всех регионах нашей страны более 7 тысяч членов штаба проводят агитационную работу, развешивают плакаты на местах, отведенных по закону. Соратники Мейрама Кожекена из Республиканского Содружества профсоюзов Аманат выразили ему свою поддержку оригинальным способом, оставив пожелания на рабочей каске. После торжественного открытия кандидат связался с региональными штабами. На связь вышли представители штабов из Алматы, Шимкента и Павлодара. Сегодня у него более 100 доверенных лиц. Мы провели рабочее совещание с доверенными лицами, где окончательно была утверждена программа кандидатов в президенты Республики Казахстан Кожекен Мирамзикешича. Также была утверждена программа его агитационной работы. На сегодняшний день в штаб насчитывает более 100 доверенных лиц. Эта работа продолжается. С сегодняшнего дня Мирамзикеш поедет на родину, в Павлодарскую область, начнет свою агитационную работу с города Павлодар и Ахсу. Харахат Абден, поддерживающая феминизм и автор книги «Ты казашка, гордись», решила начать великое дело согласно традиции, взяв благословение у родителей. Для этого она приехала в родной дом. В ближайшее время она начнет встречу с избирателями. «Особое почтение должно отдаваться родителям. Казахи никогда не начинали дело без их благословения. Именно поэтому я приехала в свой родной дом и заручилась поддержкой близких». Уже после Харахат Абден приняла участие в первом заседании республиканского штаба. Всего в поддержку кандидата работает 20 филиалов по республике. Водвиженец от Народной демократической партии «Аул» Жигули Дайрабаев о планах проведения предвыборной кампании рассказал на заседании своего штаба. Он намерен охватить агитации 88 городов, 30 поселков и более 6 тысяч сельских населенных пунктов. В поддержку своего кандидата выступили фермеры и активисты молодежного крыла партии. «В общей сложности предусмотрено более тысячи мероприятий по всей стране. Доверенные лица мы планируем согласно законодательству. На каждый избирательный участок не более трех доверенных лиц. Но мы думаем, что, собственно, доверенные лица будут соответствовать количеству избирательных участков. То есть более 10 тысяч доверенных лиц будет. План действий составлен. График выезда нашего кандидата и доверенных лиц по всем регионам страны. Мы постарались охватить все 20 регионов страны». Агитационная работа началась в штабе еще одного кандидата. Офис Центрального республиканского предвыборного штаба Нурлана Ауизбаева расположился в Астане. Здесь будут находиться пресс-служба, специалисты, координаторы проектов, специалисты по СММ-продвижению. Штабы открылись во всех филиалах в регионах. Там будут работать руководители региональных штабов и их помощники. «У нас огромная работа проведется. У нас по всему Казахстану 20 филиалов. В общем, 17 областей, 3 города. Мы постараемся, в общем, по всему Казахстану пройтись. По меру возможности. Если нет, наши филиалы там работают». Заседание оргкомитета прошло и в штабе еще одной женщины кандидата в президенты Салтанат Турсумбековой. Участники обсудили предстоящую работу. Ее команда уже приготовила листовки, баннеры, видеоролики и другие информационные инструменты. «Есть все необходимые кабинеты, оргтехника, связь. Я думаю, что у нас уже сотрудники в течение пяти дней практически прочитали все требования выборного законодательства, ознакомлены. Во всех областях, в 20 регионах у нас сформированы штабы. Никаких проблем нет. На сегодняшний день все идет очень четко. То есть мы соблюдаем все требования». Предвыборная агитация продлится до полудня 19 ноября. Потом наступит день тишины. А 20 ноября пройдут внеочередные президентские выборы. Даля Насипова, телеканал Алматы, Астана. «За честные выборы сегодня говорили представители НПО и студенты одного из вузов Алматы. Участники встречи обсудили современные реалии избирательного процесса и разъяснили молодежи пункты изменений и дополнений в Конституцию Республики. В мероприятии приняли участие представители юриспруденции, международного права, а также магистранты, докторанты и профессорско-преподавательский состав университета. «Молодежь – это будущее Казахстана. Они активная часть электората. Поэтому от них зависит будущее Казахстана. И, во-первых, мы хотим сказать, чтобы они были вовлечены в процесс, не были пассивными участниками вот этого, наблюдали со стороны, а активно вовлекались, чтобы гражданское общество определяло само основы вообще вот этого всего процесса. Руководство Алатауского Акимата наградили благодарственными письмами граждан, внесших свой вклад в развитие района. Грамоты получили 20 человек из различных сфер деятельности. Среди них представители государственных органов, сферы образования и здравоохранения. Мероприятие приурочили к празднованию Дня Республики. Гостей порадовали концертные программы известных исполнителей отечественной эстрады. Новый Казахстан и Мир Востока. История сотрудничества, перспективы и актуальные вопросы. Под таким названием в Алматы состоялась международная научно-практическая конференция. В ней участвовали известные отечественные и зарубежные ученые-востоковеды, филологи, политологи, экономисты, представители госорганов, бизнеса и не только. В ходе мероприятия его участники обсудили проблемы и перспективы историко-культурных, социально-экономических, политических, межкультурных отношений между Казахстаном и странами Востока. По результатам конференции будут изданы сборники по целому ряду рассмотренных тем. Мы должны изучать нашу историю, развитие диалога, сотрудничества Казахстана с соседними странами, и в частности с Восточным миром, исходя из письменных источников, устно-исторической традиции, а также визуальных артефактов, которые на сегодняшний день нашей командой востоковедов привезено из зарубежных фондов, огромное количество, и мы их имеем в копьях, изучаем. Моя родина, мой прекрасный дом. В Алматы прошла фольклорная дуэль между талантливыми молодыми акинами. Поэтическое состязание состоялось в Национальной библиотеке. По словам организаторов, соревнование имеет республиканское значение. Цель – поднятие патриотического духа населения и развитие национальной культуры страны. В соревновании приняли участие 82 поэта, однако в финал прошли только 20 участников. Церемония завершится награждением победителей. За первые три места у нас предусмотрены денежные призы. Остальные же получат поощрительные награды за участие. Пенсионеры Центра активного долголетия представили выставку изделий декоративно-прикладного искусства. Мероприятие прошло в парке Ганди. Ярмарку наполнили картины маслом, красочная вышивка, изделия искусственной резьбы по дереву, сувениры из натуральных камней, бисера и многое другое. В ходе праздника пожилые люди представили концертную программу с танцами, стихами и песнями собственного исполнения. По словам организаторов, всего в городе 10 центров активного долголетия, которые посещают 32 тысячи пенсионеров. Сегодня, в преддверии Дня Республики, мы сегодня всех собрали. Они решили показать, чему они за эти два года научились. Хорошо поют, хорошо танцуют, хорошо общаются друг с другом. И сегодня мы решили так поздравить город. В формировании общеучебных навыков на примере опыта работы международных школ мира обсудили специалисты образования города и представители образовательных учреждений Республики. По словам участников, причина плохой успеваемости у школьников кроется в низком уровне развития полезных навыков. Развиваются они при самостоятельной работе с информацией, умением получать ее и рационально обрабатывать вне зависимости от предмета обучения. В ходе практической части семинара его участники разработали задания, направленные на формирование и развитие общеучебных навыков по предметам на примере общеобразовательной школы. В казахстанских школах сейчас нет такой программы, чтобы она давала четкий план, каким образом интегрировать программу развития общеучебных навыков с академической программой, с учебными программами и стандартами. Затем нет системы оценивания, потому что система оценивания очень интересна и на самом деле она очень актуальна. Для всех нас, учителей, кто преподает, обучает наших детей в Казахстане. В Алматы начался турнир по дзюдо. В Лиге Жумаканова принимают участие спортсмены 2007 и 2008 года рождения. Соревнования продлятся два дня, а участие принимают борцы со всей страны. Соревнуются они не только за звание победителя, но и за очень ценную возможность, которую получат вне зависимости от возраста и места жительства. Чемпионы получат право бесплатно учиться в спортшколе или спортинтернате. Также могут получить грант в университет спорта. На следующий год мы рассматриваем возможность платить в течение года стипендию. Долгожданная премьера сериала «Няня бизнес по Кыздарски» состоится уже сегодня на телеканале Алматы. В центре сюжета лирической драмы молодая мама, которая сбежала с ребенком от домашнего тирана в город. Через ее историю создатели сериала хотели показать отношение к матерям-одиночкам, затронуть тему бытового насилия и вдохновить зрителей на достижение цели, несмотря на трудности. Салтанат Нургалиева поговорила с героями драмы. Вот так вот с побега главной героини Жанар от мужа тирана и начинается история в сериала. Чтобы прокормить сына в большом городе, она устраивается на низкооплачиваемую работу. На пути с женщиной встречаются немало преград, но, по словам актрисы Жаналь Сергазиной, сдаваться ее героиня не собирается. Актриса также вспоминает, что для реалистичности сцены насилия актерам даже пришлось по-настоящему применить силу. Чтобы кадр хорошо был, Кобланда, мой партнер, он по-настоящему душил. Я думала, все, я умру там. Но нет, нормально. Зато кадр, кажется, хороший ушел. Иногда нужно, потому что, когда снимаешь долго, бывает, что физика устает, и чтобы проснуться, время нужно. А когда времени нет, вот, и это счастье, когда такой вот партнер попадает. Шанар, что-то случилось? Позже главная героиня объединяется со своей старой подругой Нургуль. Вместе им приходит идея открыть собственный бизнес по подбору домашнего персонала. В результате Шанар сама устраивается няней в дом богатой хозяйки и начинает бороться за уважение к своей новой профессии. Мотивационный сериал. Очень мотивационный сериал. В ходе съемок я даже смогла найти ответы на некоторые свои вопросы. Советую всем зрителям, особенно женской половине, посмотреть этот сериал. Сценаристы отлично показали, как женщины могут добиться всех поставленных целей. Какие они сильные, несмотря на то, что у них очень хрупкая душа. А для режиссера сериала Улжаса Ермикбаева сериал станет настоящим веб-дебютом. Он поделился, что большое внимание уделялось именно подбору актерского каста. Актеров выбирали очень долго. Для меня, как для режиссера, это очень важно. То есть даже не главный каст, главный ансамбль, а второй план. У нас каждая серия – это какая-то вертикальная история, где появляются новые герои. И вот этот второй план для меня был важнее. Чтобы герои были разные, интересные, на них было интересно смотреть, что-то они привносили новое в нашу историю. К слову, это еще один проект в копилку проектов «Салем Соушел Медиа». Первую серию зрители увидят уже сегодня в 22.00 на нашем телеканале. А с 26 октября сериал появится и на Ютуб-пространстве. Салтана Тургалиева, Рашидин Якупов, телеканал «Алматы». Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск завершен. Прямо сейчас не пропустите очередную серию теледрамы «Великие сельджуки». Ну а сразу после смотрите комедию «Томпи Армандар Орндалады». Будет очень интересно. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин